В этом выпуске Причины распухшего Николая Баскова Отнимут ли олимпийское золото у Камилы Валеевой? Ольга Бузова переехала в квартиру за 120 миллионов рублей. Боня обнажилась и позвала Киркорова. Киркоров матерится при детях. Субтитры создавал DimaTorzok Недавнее появление 46-летнего певца Николая Баскова в шоу Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» вызвало бурную реакцию публики. Зрители отмечали серьезно изменившийся облик исполнителя, выглядевшего в кадре опухшим и одутловатым. Свои версии о том, что случилось со здоровьем Баскова, уже высказали многие звезды, а потом к ним присоединились врачи. Если публика и коллеги позволили себе шутить на тему внешности певца, то медики настроены более серьезно. Так, зрители иронизировали, что принц превратился в Шрека, либо обвиняли его в обжорстве. Накануне, 14 ноября, стали известны результаты расследования по делу о допинге в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. В крови 16-летней спортсменке действительно присутствовал запрещенный препарат во время Олимпиады 2022. Спортивный арбитражный суд КЭС зарегистрировал апелляционное заявление Всемирного антидопингового агентства УАД против Русада и Валиевой. Теперь УАД требует от суда признать Камилу виновной в нарушении антидопинговых правил, а также дисквалифицировать ее на 4 года от соревнований и аннулировать все ее спортивные результаты с 25 декабря 2021 года. А именно, медали чемпионата России, чемпионата Европы, а также командное золото Олимпиады. К слову, последняя награда в этом случае отойдет американцам. Два года телеведущая Ольга Бузова ремонтировала свою квартиру, купленную в 2020 году. И вот знаменитость порадовала поклонников. Она переезжает в свеженькие хоромы площадью 220 квадратных метров. СМИ сообщают, что квартира Бузовой находится в элитном жилом комплексе, расположен он в живописном месте на берегу озера. Судя по всему, в отделку квартиры знаменитость вложила немало денег. Недаром так оттягивала момент со сдачей жилья. По словам Ольги Бузовой, она переехала уже, но пока не разобрала вещи. Но разложить есть куда, только гардеробная, где звезда хранит 240 пар туфель, занимает площадь в 30 квадратных метров. Между 55-летним Филиппом Киркоровым и 42-летней Викторией Боней разразилась словесная перепалка после того, как последняя защитила Наргиз от нападок короля российской эстрады. Модель Виктория Боня в своем блоге сообщила о возвращении в Москву. Телеведущая заметила, что пробует в стране пару дней, однако этого времени хватит, чтобы решить накопившиеся на родине дела. По словам Бонни, ее пригласили для участия в шоу. При этом модель обратилась к Филиппу Киркорову, который позвал ее лично разобраться в ранее возникшей конфликте. Соответственно, кстати, можете передать Киркорову, что я в Москве, он там хотел со мной разобраться? Я здесь. Филя, я здесь. В интервью о Лене Жигаловой пни Филипп Киркоров вновь в унизительной форме заговорил о Наргиз Закировой про Викторию Боню еще хуже. Создал вот этими руками, создал эту неблагодарную сучку. Чтобы она ехали. Вот то, что вы сейчас услышали. Забудьте. Взяли ластик и стерли. Несколько раз поп, король при собственных детях назвал блогершу уеб... Стерли. Правозаступницы, защитницы. Типа вот эти вот Бонни, Уи... Так, взяли, закрыли уши. Алло, слышите? Уши закрыл. Субтитры подогнал «Симон»!